Друзья, перед просмотром видеоролика, хочу порекомендовать вам мой канал на Яндекс Дзен Пенсионный Ответ. Пенсионный Ответ это канал, где мы говорим о пенсиях просто и понятно. Хотите узнать, как правильно рассчитывать пенсию, какие льготы и выплаты вам положены, или как накопить на достойную старость? Этот канал поможет вам ответить на все вопросы, связанные с пенсией, и подготовиться к достойной жизни после выхода на заслуженный отдых. Переходите по ссылке в описании под видео или закрепленном комментарии, подписывайтесь и оставайтесь в курсе важных изменений. Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, что может улучшить жизнь каждого пенсионера. Вы, наверное, слышали, что пенсионеры имеют право на различные льготы, но, как показывает практика, многие о них либо не знают, либо просто не пользуются ими. А ведь это реальная возможность сэкономить, получить поддержку и немного разгрузить семейный бюджет. Знаете ли вы, что можно сократить расходы на коммунальные услуги, не платить налоги на квартиру и получать скидки на лекарства? Давайте вместе разберемся, что такое пенсионные льготы и как их получить. Это будет полезно не только вам, но и вашим близким. Итак, начнем со снов. Пенсионные льготы – это особые привилегии, которые государство предоставляет пенсионерам. Они могут касаться самых разных сфер, от коммунальных услуг до медицинских расходов. Простой пример. Представьте, что у вас есть возможность платить за коммунальные услуги в два раза меньше или вообще не платить налог на свою квартиру. Это реально и законно. Просто нужно знать, куда обратиться и какие документы подготовить. Давайте рассмотрим основные виды льгот, которые могут быть доступны каждому пенсионеру. Налоговые льготы. Один из самых значимых видов льгот – освобождение от уплаты налога на имущество. Например, если квартира, дом или дача находятся в собственности пенсионера, он часто может не платить налог на них. А если у вас есть машина, то и там могут быть налоговые льготы. Важно отметить, что это зависит от региона, поэтому уточняйте информацию в местной налоговой службе. Скидки на коммунальные услуги. Во многих регионах действуют программы, которые позволяют пенсионерам платить меньше за коммунальные услуги, свет, воду, газ. В некоторых случаях скидки могут достигать 50%. Обычно такая льгота оформляется по заявлению. Поэтому не забудьте обратиться в свою управляющую компанию или местный центр социальной защиты. Транспортные льготы. Пенсионерам в большинстве городов предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, автобусах, троллейбусах, метро. Согласитесь, это очень удобно, особенно если вы живете в большом городе. Уточните у своего транспортного оператора, как можно оформить бесплатный проездной. Медицинские льготы. И, конечно же, медицина. Пенсионеры имеют право на скидки на лекарства, а иногда даже могут получать некоторые лекарства бесплатно. Кроме того, многие медицинские услуги в государственных поликлиниках для пенсионеров бесплатны. Это, пожалуй, одна из самых важных льгот, так как медицинские расходы часто сильно бьют по карману. Теперь о самом главном, как эти льготы получить. Изучите свои права. Первый шаг – узнать, что именно вам положено. Лучший способ – зайти на сайт пенсионного фонда или обратиться в местную администрацию. Там обычно есть информация обо всех доступных льготах и требованиях для их получения. Соберите документы. Для оформления льгот вам понадобятся основные документы, паспорт, пенсионное удостоверение, а иногда и справка о доходах. Чем больше информации вы соберете заранее, тем проще будет подать заявление. Куда обращаться? Налоговые льготы – обратитесь в свою налоговую инспекцию. Они помогут вам заполнить заявление и предоставят необходимую информацию. Коммунальные льготы – обратитесь в свою управляющую компанию или местный центр социальной защиты. Медицинские льготы – узнайте у своего участкового врача, на какие бесплатные услуги и лекарства вы имеете право и какие справки нужны для получения льгот в аптеке. Пример из жизни. Недавно ко мне обратился один читатель, который только что вышел на пенсию. Оказалось, что он не знал о многих льготах, пока не поговорил с соседкой, которая помогла ему оформить скидки на коммунальные услуги и транспорт. Не стесняйтесь обращаться за советом к тем, кто уже знает об этих возможностях. Друзья, это действительно важно. Пенсионные льготы – это не просто дополнительное благо. Это реальная помощь, которая может улучшить качество жизни. Подумайте сами, вы можете меньше тратить на коммунальные услуги, получать лекарства со скидкой, а сэкономленные деньги потратить на то, что действительно важно. Знание своих прав – это мощный инструмент. Не упускайте возможность воспользоваться льготами, которые вы заслужили своим трудом. Если видео оказалось для вас полезным, обязательно поделитесь им с друзьями и родными. Так больше людей узнают о своих правах и возможностях. Пишите в комментариях, если у вас есть вопросы, или поделитесь своим опытом, если вы уже пользовались льготами. Я всегда читаю ваши комментарии и постараюсь ответить на каждый вопрос. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные ролики, и до новых встреч в следующих видео.